Каи Е5 Недорогой седан от дочерней марки концерна Cherry Как и у любой бюджетной модели, здесь хватает недостатков и компромиссов Каи Е5 достались передние кресла с пухлыми валиками боковой поддержки и интегрированными подголовниками Вот только визуально крутые кресла в реальной эксплуатации не радуют У них и правда неплохой профиль, но людям ростом выше среднего будет дискомфортно Потому что даже в самом нижнем положении сиденья водитель почти упирается головой в крышу Клавиша электропривода наклона спинки заедает, поясничный подпор отрегулировать нельзя Высоковато установлено переднее сиденье, прослому водителю может быть неудобно Делится впечатлениями Светлана из Санкт-Петербурга Блок регулировки зеркал у Каи Е5 находится в слепой зоне, под рулем слева Тут же расположена кнопка включения спортивного режима, найти которую в движении невозможно Хорошо, что это единственные серьезные претензии к эргономике места водителя Зато расстраивает климатическая установка Да, блок управления выглядит симпатично Чтобы включить рециркуляцию или поменять распределение воздушных потоков, не нужно закапываться вглубь мультимедийной системы А сенсорные кнопки на матовом пластике работают четко Но регулировка температуры происходит не в градусах, а в неких условных единицах Это странно В итоге настраивать все приходится на ощупь и периодически менять калибровки, так как автоматического режима нет На фотографиях интерьер Каи Е5 выглядит классно Даже оранжевые вставки кажутся к месту Но тактильно он менее приятен Постояв на солнце, салон начинает источать отчетливый запах Материал отделки вживую кажется недорогими и жесткими Пластик гулкий А появление в салоне посторонних звуков в первый же год эксплуатации в порядке вещей Из отзыва Виктории из Перми Полное разочарование, не проездила и двух месяцев, уже скрипит и стучит Одна из главных проблем седана – слабая шумоизоляция Заводские летние шины начинают шуметь уже на 40 км в час На трассовых скоростях салон заполняется давящим на уши низкочастотным гулом Который приходится перекрывать громкой музыкой А тонкие двери и стекла практически никак не отсекают внешние шумы «Хочется сказать, что шумит отовсюду – особый акцент на арке, колеса, да и днище в целом» Подтверждает Виктор из Оренбурга Багажник Каи Е5 не впечатляет По вместительности такой отсек проигрывает даже некоторым более компактным конкурентам Организация пространства не очень продумана По бокам есть ниши под канистры с омывайкой, но без фиксирующих сеток или каких-либо углублений Сиденья складываются по отдельности, но загружать сюда что-то массивное будет трудно Мешает ощутимая ступенька между багажником и пассажирской частью салона Отсутствует ручка закрывания с внутренней стороны крышки Совсем хлипким кажется пол Причем его невозможно ни вынуть, ни закрепить в поднятом положении Но есть и приятные моменты Крышка багажника установлена на пневмоупорах Поэтому петли не съедают полезное пространство В размеренном городском потоке на Кае Е5 ехать приятно При плавных нажатиях на акселератор разгон получается линейным, равномерным и бодрым А работу вариатора практически не замечаешь Но при резком ускорении трансмиссия на какое-то время подвисает в раздумьях Порой подавая тягу на колеса слишком поздно, когда в этом пропадает всякая необходимость А иногда коробка может хандрить и в переходных режимах, работая рывками Шасси Кае Е5 никак не назвать азартным Руль легкий и совершенно пустой Обратной связи минимум, не спасает даже спортивный режим При этом нужно держать в уме, что седан ощутимо кренится А на повторяющихся неровностях появляется диагональная раскачка В общем, активной езде не способствует ни подвеска, ни рулевое управление Может, шасси седана изначально настроено на комфорт? По обычным городским неровностям, небольшим ямкам, трещинкам и заплаткам Седан и правда едет приятно, мягко и округло Позволяя без пробоев проезжать ходом даже широкие и высокие лежачие полицейские Но глубокие ямы подвеска Кае Е5 отрабатывает грубовато А на узких лежаках вдруг оказывается неадекватно жесткой Ощутимо подбрасывая машину с громким стуком Из опыта Олега из Волгограда Ехать по плохой дороге нужно предельно аккуратно Иначе подвеска замучает своим грохотом Дорожный просвет у Кае Е5 слишком мал Всего 120 мм С таким клиренсом седан может цеплять даже небольшие перегибы Учитывая простенькую пластиковую защиту мотора И передний бампер, висящий крайне низко Ездить по нашим дорогам приходится аккуратно Подтверждает Кирилл из Саратова Чем же тогда так хорош Кае Е5? Ведь не зря же седан так часто встречается на улице В основе Кае Е5 лежит Черри Ариза 7 Однако внешне ничто не выдает возраст модели Экстерьером занимался бельгийский дизайнер Ранее работавший в известной итальянской студии Пиннин Форино Стремительный силуэт Симпатичная корма в стиле Альфа Ромео Крышка багажника с интегрированным спойлером Все это его заслуга Вполне убедительно выглядят линзованные фары Черная задняя оптика и то, как оформлен выхлоп Так или иначе, автомобиль вызывает у окружающих огромный интерес Делится впечатлениями Валерия из Уфы Все то, чем пользуешься постоянно в салоне Кае Е5 выведено на физические клавиши, а более тонкие настройки упрятаны в мультимедийный комплекс Например, радует наличие шайбы регулировки громкости на центральном тоннеле вместе с кнопками включения обогрева сидений и активации системы кругового обзора Очень нравится, что в салоне органично уживаются физические кнопки и цифровые решения Пишет в своем отзыве Николай из Твери Приятно, что создатели седана не стали экономить совсем уж на мелочах Все стеклоподъемники здесь с автоматическим режимом Кае Е5 получил приятную внешне аналоговую приборную панель К подобранному шрифту и крупным цифрам вопросов нет Из отзыва Александра из Воронежа Панель приборов с человеческими стрелочными приборами – это просто отдых для глаз У мультимедийного комплекса есть два варианта оформления интерфейса Меню системы немного замороченное, но разобраться с ним несложно Наличие Apple CarPlay – большой плюс Качество картинки с камеры заднего вида достойное Традиционный рычаг вариатора у Кае Е5 двигается по традиционному прямому базу Никаких электронных селекторов, требующих привыкания По размеру колесной базы Кае Е5 опережает Шкоду Октавия Поэтому свободного пространства на втором ряду более чем достаточно Забираться назад удобно благодаря широкому проему Места в коленях хватает и рослым пассажирам, а ступни свободно помещаются под впереди стоящее кресло За счет низкого центрального тоннеля тут можно легко устроиться даже втроем Единственный недочет – хотелось бы чуть больше воздуха над головой Но в остальном задние места организованы вполне удачно Места сзади много, при моем росте 184 см свободно сажусь за собой Делится впечатлениями Сергей из Краснодара Сзади есть одна USB-зарядка, дефлекторы системы вентиляции и подлокотник с подстаканниками Предусмотрен и подогрев, правда его можно включить только с экрана мультимедийного комплекса Силовая установка УКАИ Е5-1 Это четырехцилиндровый бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра Он имеет чугунный блок цилиндров, алюминиевую головку, распределенный впрыск, цепной привод ГРМ и систему изменения фаз газораспределения Двигатель выдает 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента и может работать на 92-м бензине Этот мотор производится на китайском заводе с 2019 года Его можно встретить на седане Амода С5, а также кроссоверах семейства Тига Поэтому с надежностью и ремонтопригодностью проблем быть не должно Масложор из задубевших маслосъемных колпачков встречается только после 200 тысяч километров Для двигателя заявлен ресурс в 250 тысяч километров Двигатель Каи Е5 отличается завидной экономичностью Машину гнал домой почти 200 километров Успел поездить по пробкам и по трассе В итоге расход составил немногим более 8 литров 92-го бензина Считаю это замечательным результатом Делится впечатлениями Сергей из Астрахани Главные плюсы автомобиля Каи Е5 Удачная внешность Простор на втором ряду Проверенный силовой агрегат Топливная экономичность Основные минусы Неудобная посадка Плохая шумоизоляция Непрактичный багажник Специфические настройки подвески В итоге можно сказать, что Каи Е5 – любопытный вариант бюджетного седана Интересный внешний вид Простор на втором ряду Проверенный силовой агрегат Который умеет экономить топливо Все это седану только в плюс Правда владельцу придется смириться с неудобной посадкой Мелким багажником Специфическими настройками подвески И вложиться в улучшение шумоизоляции Есть над чем подумать Потому оценка, набранная Каи Е5 в читательском рейтинге Дрома Составляет 7,9 балла Благодарим за помощь в съемках Дилерский центр Major Expert Новая Рига Автомобили в наличии Вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях Какие еще машины вы хотели бы увидеть в видео отзывах Дром И самое главное Подписывайтесь на канал Дром До скорых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...